Добрый день, дорогие друзья! Всем хорошего дня, вечера, утра. В общем, что-то давно роликов не было. Кстати, знаете, меня очень поражает. Короче, народ пишет такой, мол, блин, нужен лайф, нужно там влог, херок и тому подобное. Типа, блин, задолбал сидеть либо в тачке, либо еще где-то. Ну, я выложил влог, и он, короче, собрал, блядь, тысячу просмотров. А ролик о том, как за халяву на плоте добраться до какой-нибудь там Антарктиды и тому подобного, собирает по 400 тысяч просмотров. Отсюда следует, что народу это не интересно. Народу интересны только всякие миграционные чудесные программы, всякие интересные фишечки, как там, как бы кого наебать, как бы полегче свалить в Канаду и тому подобное. Вот. Сегодня разберем такую тему. Она нужная, действительно нужная, потому что споров по ней очень много. Мне там гневностные комментарии под роликами пишут, что я неправильно трактую, все и тому подобное. В общем, сегодня поговорим, возможно ли на территории Канады, на территории Канады, поменять один тип визы на другой. Поехали. Вот. Ладно, в первую очередь, к счастью, все, что можно, отрекламирую группу ВКонтакте. Я закрыл личку ВКонтакте вообще свою, потому что мне это надоело, это какой-то кошмар. Поэтому тому, кому что-то нужно спросить, пишите мне в группу, через группу, в комментарии, ну, не в комментарии, там, сообщения в группу пишите ВКонтакте, ссылка вам внизу в описании будет. Потом, значит, Телеграм, пожалуйста, да, не забывайте Телеграм, там просто сейчас проблемы. Чувак, который занимается Телеграмом, он немножко занят, поэтому посты сейчас поменьше стали идти. Но вы подписывайтесь, потому что там очень овер до хера всего полезного. Ну, и, конечно, канал на Ютубе, тоже про него не забываем. В общем, короче, как так. Так, начнем. Для чего нужно менять одну визу на другую в Канаде? Ну, смотрите, приехали вы, если вы такой шибко умный до хера, вы такие, типа, я получу студенческую визу в Канаде, какую-нибудь, ну, под языковые курсы, приеду в Канаду, пока я буду учиться на этих языковых курсах, я потихонечку поменяю, найду себе работодателя и поменяю визу на рабочую. При вообще чудесном раскладе, если действительно такое у вас получится, что я в это не очень верю, да, но все-таки если у вас получится это, то вы обосретесь. Вы обосретесь, потому что по закону нельзя менять внутри страны один тип визы на другой. О, вот, поэтому, как бы, что делать в данной ситуации? Давайте подумаем. Что говорится в законе? В законе говорится, что нельзя на территории Канады менять эти визы с одного типа визы на другой, кроме определенного перечня. Ну, например, если ты получаешь резидента сразу. То есть там написано, если ты, типа, будущий резидент, то, пожалуйста, ну, то есть если ты станешь резидентом, то ты можешь поменять тип визы какой-нибудь свой, который у тебя был на резидентскую, это можно внутри страны сделать. Но вот, например, стать, поменять, господи, поменять студенческую визу на рабочую у вас не получится. Опять же, подчеркиваю, внутри страны. Что же делать в данной ситуации? В данной ситуации, в первую очередь, вам надо, в первую очередь, вам надо получить визу в Америку. Это, конечно, сейчас в России это сложно, но это возможно. Люди получают визы американские, и у них они есть. Вот. Короче, что надо делать в этой ситуации? После того, как вы нашли себе работодатель, работодатель сделал вам джоп-офер, ну, то есть приглашение на работу, вы с этим джоп-офером едете куда? Едете в чудесный Ниагарский водопад. На территории Ниагарского водопада, Ниагара-он-Лейк, вот в те края. В общем, от Торонто автобус стоит в районе 30 долларов. Пожалуйста, с Union Station Go Bus идет до Ниагарского водопада. Там есть мост, который граничит, ну, который соединяет Америку и Канаду. Вот. Вы идете на этот мост, платите налог в районе, там, что-то за переход, ну, типа границы, что-то в районе, там, двух долларов. Платите этот налог, выходите на территорию, как бы, выходите из страны и заходите обратно. И уже, когда вы заходите обратно, вы офицеру иммиграционному показываете, вот, я захожу сюда на основании рабочей визы, ну, то есть рабочего приглашения. Дайте мне, пожалуйста, визу рабочую. Вот. А тут начинается ситуация какая, с какой ноги встал офицер. Если у него все хорошо, ему жена дает вовремя, он кушает, пьет, ему гладят, носки стирают и тому подобное, у него все в семье хорошо, он вам вклеивает эту визу, вы идете радостно работать в Канаду. Если же у него жены нет, либо ему, там, сегодня с утра кот носал в ботинке, и он себя плохо чувствует, у него херовое настроение, начинается трэш. Почему трэш? Он начинает говорить, стоп, ты приехал в Канаду вначале на основании чего? Ты говоришь, я приехал в Канаду на основании учебной визы. Или туристической, ну, это anyway, да? То есть твоя цель была не работа, твоя цель была посещение Канады. Либо туристическая цель, если вы едете туристом, либо цель обучения. А вы ему сейчас даете визу, ну, это, рабочую. То есть, грубо говоря, вы когда выезжали в Канаду, вы скажете, что, блин, я еду, честно сказать, учиться. Или вы говорите, я, честно сказать, еду смотреть природу Канады. А по факту вы приехали в страну и начали искать себе работодателя. Вы же не могли просто так получить джоп-офер, вы же искали работодателя, правильно? И получается такая ситуация, что в начале, когда вы въехали первый раз в Канаду, вы обманули эмиграционного офицера. Обман эмиграционного офицера, это вполне возможно бан вам. Ну, не то, что бан, но он может просто не дать вам эту рабочую визу. Вот. Что делать в данной ситуации? Да ничего не делать. Это, вот, считай, вот вы будете, ну, то есть, вот, если вы делаете таким образом, если вы пытаетесь вот таким образом найти себе работодателя в Канаде, через, там, туристическую визу или через учебную, это может обернуться для вас вообще фатально, да? То есть, вам придется, вас просто могут не впустить в Канаду, потому что ваша туристическая или студенческая виза, она не мультиплая, она одноразовая, то есть, вы вышли из Канады, войти вы в Канаду уже обратно не можете. Вам придется идти в Америку, покупать билеты, там, Буффало, по-моему, ближайший город, идти в Буффало, покупать себе билеты и ехать себе на родину счастливым. Вот. У вас не получилось обмануть работодателя, ой, не работодателя, у вас не получилось обмануть эмиграционного офицера, все, вы едете домой. Когда вы уже приезжаете домой, вы идете в посольство, показываете в посольстве приглашение на работу и на основании этого приглашения уже дома получаете рабочую визу. Но вполне возможно, вполне возможно, что офицер встанет с той ноги, и у него стабильно есть секс, например, на протяжении недели, и он хорошо себя чувствует, либо у него был день рождения недавно, и у него хорошее настроение. В таком случае вам сразу на месте дадут визу, вы спокойно въезжаете, входите в Канаду уже на основании рабочей визы. По поводу рабочей визы еще очень интересная тема. У меня есть знакомый, который получил рабочую визу в Канаде, но у него в визе написано, то есть у него въезд в Канаду может быть только один. То есть что это может означать? Если он, например, уедет домой к родственникам в гости, то он уже въехать по этой рабочей визе обратно не сможет. В итоге парень что делает? Он уже на протяжении трех лет сидит в Канаде, никуда выбраться не может, потому что у него виза одноразовая. А если он захочет выехать из Канады и вернуться обратно, то ему придется просить своего работодателя еще разок, ему сделать вот этот LMA, приглашение на работу, Джо Пофер, то есть пройти весь этот ад заново. Поэтому он сидит и не рыпается. Вот. Это вот что я хотел сказать по поводу вот этого вот способа поменять визу в Канаде. То есть внутри Канады, я повторяюсь, вы в любом случае его не поменяете. Вам в любом случае придется выезжать из Канады. Другой вопрос, как далеко вам придется выезжать из Канады. Что я могу себе еще посоветовать? Я рекомендую просто, очень рекомендую не ехать в Канаду по туристической визе и искать там работу по туристической визе, потому что процент того, что вам офицер завернет вас, он почти 60-70%. Даже если офицер себя хорошо чувствует, у него хорошее настроение, он может сказать, слушай, ты приехал сюда смотреть страну. Какого хера ты здесь искал работу? Ты не имел права этого сделать. Студенческая виза еще более-менее внятна, потому что едешь учиться, следовательно, ты можешь попробовать себе найти работу по той, где ты учишься. Если же ты едешь на языковые курсы учиться, то офицер тоже, скорее всего, скажет, ты, Вася, иди отсюда, короче. То есть тебе в любом случае придется уехать из Канады, вернуться домой, взять этот джип-офер и уже идти вот в обычном порядке, как и все нормальные люди, заново это получать. Стоит ли так делать, я не знаю. Если у вас есть лишние деньги на перелет туда-обратно в Канаду и обратно, то, пожалуйста, попробуйте. Опять же говорю, в любом случае вам придется получать американскую визу, потому что единственная страна, с которой Канада граничит способом перейти пешком, это Америка. Следовательно, вам надо будет получить американскую визу, потому что вас просто не выпустят из Канады в Америку на этот мост сраной без американской визы. Это очень просто. То есть вам его в любом случае надо получать. Либо вы можете не получать эту визу, приехать в Канаду, поискать там работу, ну, если вы едете туристом, поискать работу, выпросить джип-офер, вернуться домой, получить work-виза и вернуться в Канаду. Но, блин, это долго, дорого, и это реально, то есть не каждый работодатель будет ждать тебя. То есть вообще не каждый работодатель даст тебе приглашение, потому что это полный головняк, с этим очень заморачивается все. То есть там не каждый работодатель хочет заморачиваться с этим, но те, кто его даже заморочились, они просто хотят все это сделать по-быстрому, потому что если уж ты такой светоч, ты такой крутой работник, то уж побыстрее все это сделай. А если офицер тебя на границе зафачит, да, если тебя офицер на границе стопанет, то что тебе делать? Будет лоботодатель тебя ждать. Тебе же в любом случае надо будет вернуться в свою страну. После этого идти и получать визу, стоять в очереди, да, после этого опять покупать билеты и лететь обратно. Это какое-то время, это все равно деньги, это время. Вот, поэтому я вам рекомендую настоятельно не заниматься поиском работы через туристическую визу. Через студенческую визу в принципе, в принципе, пока вы учитесь, можно, окей, я еще могу понять. Но это не значит, что пока вы, допустим, вы нашли работодателя, и вы такие в жопу колледжа или в жопу еще что-то, я сразу буду работать. Не каждый иммиграционный офицер согласится с вами, и он может вас опять же зафачить. А оно вам надо? Вот. Посему, наверное, на этот раз все. Я все еще в чудесной Москве, наслаждаюсь жизнью. Мне здесь все нравится, вообще обожаю Москву, очень классный город. По крайней мере, весело, в отличие от скучного Торонто. Да простят меня торонтовцы. Вот, ребятки, короче, как-то так. На сегодня, наверное, все. Ну, по поводу этого ролика, наверное, все. Я, может быть, сейчас парочку запишу сразу. Вот, так что у меня просто времени нету, я вот как у меня освободился какой-то хотя бы маленький промежуточек времени, я с вами сразу общаться. Вот. Подписываемся, лайки ставим. Опять я лайки выпрашиваю. Короче, как-то так. До скорых встреч. До новых встреч.